Только благодаря славе спотали, и у нас это получается внести немножко яхту в порядок. В общем, видео сегодня посвящено секретам яхтенной жизни. Вот такая она жизнь моряка. Жизнь яхтанутых. А, яхтанутых. Хороший был кетчуп. Хороший был кетчуп. Утром просыпаешься на Болярских островах, а вся яхта равномерно усыпана вот таким, наверное, африканским песком. И выглядит, видите, вот так вот вся, все ровным слоем, вся палуба. Абсолютно все, весь тент, все-все в песке. Ну, вот такие вот на Болярах. Сейчас тоже какие-то, не знаю, наверное, по-настоящему какие-то погодные катаклизмы. Я думал раньше, что только на Канарах вот такой песок может выпасть. Видите, что творится на палубе? Оказывается, нет. На Болярах тоже, на Майорке, вот бывают вот такие дожди с песком. Вот такая вот прелесть. Когда дождь льет, и тут же, видите, как капли дождя приносят вот такой песок. Ну, вот видите, великолепно, как это выглядит. Ну, а мне придется опять сегодня мыть. Ну, да, я хотел больше сказать, что это уже продолжается буквально второй день. Ну, предыдущий день я был в порту, и отмыть мне было легко яхту. Ну, так как там, сами понимаете, подключение к причалу, и вода пресная. О, видите, мои следы теперь на вот этом песке. В общем, пустыня. Пустыня пришла на яхту. Друзья, ну вот, знаете, после такой песчаной бури только по морскому удается мыть палубу. Ну, когда одно и аду, из воды до хрена. Крепище 551 ведро. Да, 551 ведро. Но, зато вода не кончается. Вода у нас не кончается в нашем Болярском море. Которое бесконечное. Бесконечное синее море. Так что вот это вся правда о яхтинге. Ты тоже 552 ведро. Да, кто мечтает приобрести яхту, смотрите, что вам придется делать. Даже на яхренной стоянке. Я уже молчу в маринах, да. Чем я занимался вчера целый день. Отмывал от очередного песка. Черепиторили якорь, правильно, расскажи. Да, точили, точили. А в песок. Как раз ты дали. Ай, ай, зато оструй тебе, Славик. Да. Втыкается с полтыка в дно. А все, понимаете, потому что правильный капитан заставляет свой экипаж точить якорь постоянно. А не просто, понимаешь, прохлаждаться с ромом и виски на бароку. Ну и тут полегче работать, а то яхрь точил, конечно. А что? Понимаешь, что бесполезно, но... Почему бесполезно? А острый якорь, это, знаешь, некрасивый, блестящий. Это пайки. Да какой пайки? Что, ты когда-нибудь тащил якорь? Да, тащил вчера. Я пока не знаю, что это на морском сленге значит. Может, это другое значит, точили якорь, да? Точили, точили и заточили. И заточили, в конце концов, и якорь. Сейчас уже не сломали. Дед Слав, правда хорошо? А, молодец. Вот она, глина африканская. Африканская глина. Мухица-цебы. Мухица-цебы. В общем, друзья, никому не верьте, что туристы с кое-что язды на якорных стоянках прыгают в воду и купаются. Они моют палубу. А потом уже купаются на язды. Если хорошо вымоют палубу. Конечно, если хорошо вымоют. Мы сейчас пустим воду. Не будем его сильно вынуть, только бока. Ребята, мне еще посуду надо мыть. Все, нажимай на красную хлопку. Ребята, отпустите меня. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...